То есть интеллект. Ну, как бы мы там не переводили эти слова. Разум, то есть интеллект. Если кому-то нравится, то вам надо драсти. Или, например, дальше. Nunam, dro. Наверняка, то есть точно. По-неместному, das heißt. То есть. Иными словами. Так это можно. Если кто-то любит скобки, вот этот научный стиль перевода со множеством скобок. Допустим, вот это т-е, то есть. Мы можем взять скобки, но поскольку их нет. А можно без скобок. Поскольку это выражение, вот это то есть, это есть словесное выражение вот этой вот грамматической оппозиции. Хорошо. Далее бывают вот под номером 3 римская и 1-2. Глоссы, как парафразы. Допустим, Истой Жрагуванши. Анумея. Ануматум йоукеа. Выводимые или умозаключаемые. То есть, могущие быть умозаключенными или выведенными. Ятняя. То есть, ятням карту. Ятняя. Вот мы будем еще говорить о функциях датива. Это дативус финалис. Датив цели. Ради жертвы. С целью жертвы. То есть, ятням карту. Финальный датив или датив цели, он переводится, вернее, парафразируется в этой глоссе с помощью конструкции с инфинитивом. Ятням карту. Чтобы сделать дословно жертву. То есть, чтобы принести жертву. Следующий пример. Муче. Мукто. Бхавами. Я освобождаюсь. Муче. Агам. Муче. То есть, иными словами. Мукто. Бхавами. Я становлюсь. Бхавами. Мукто. Освобождем. Так. Дальше. Глоссы могут быть, да, быть непростые глоссы. Они могут быть, ну, осложнены различного рода пояснениями из грамматических трактаторов. И это, конечно, для, особенно для начинающих, да, в общем-то, и для совсем начинающих. Это, пожалуй, наиболее трудный, наиболее сложный момент. Да. Или лексикографических сборников. Но что касается вот лексикографов, то есть, разного рода словарей, начиная от Амара Симки, да, Нама Линган Шасана, да, или то, что, иначе говоря, называется Амара Коша, чаще всего. Ну, еще целый ряд других словарей индийских применяется, да, как Медени Коша, там, и Вишванадха, эти Вишвага и так далее. Вот. Но вот сложность как раз не в этих самых Кошах. Самая большая. А в грамматических, в отсылках они бывают очень краткие. Они бывают, и здесь зависит, конечно, от издателя, но если в рукописях, то, конечно, никогда никаких отсылок не будет, что это Панине, там, сутра такая-то. А помимо Панине, там могут быть, цитироваться, допустим, в артике Катяяны, да, то есть комментарии на Панине, на сутры Панине, или из Махабхаши, или очень часто из Каши Кавритты, да, из комментарии, или Бхатоджи Диши, да. Да, и всё, в общем, это, конечно, найти именно, ну вот, не зная на ять, что называется, туземную грамматическую традицию, бывает очень непросто. Ну, в наше время есть всякие, есть и переводы хорошие, с комментариями, комментированные переводы, восьмикнижие Панине, и есть некоторые подручные средства и онлайн, то есть, так сказать, наша жизнь сейчас попроще, чем, скажем, лет 20 назад ещё была, или 30 лет назад. Но, тем не менее, это всё равно всё непросто. Ну, вот, например, такой комментарий.